Здание администрации Волгоградской области Одно из самых интересных с точки зрения истории для Волгограда На первый взгляд кажется, что это обычное в стилистическом смысле построение Тройка характерная для 50-х годов периода восстановления Сталинграда Подобных домов с колоннами можно насчитать несколько штук в нашем городе Однако на самом деле это не так Чтобы было немного проще разобраться, начнем с конца Современное здание по адресу проспект Ленина 9, большей частью дореволюционное Причем построено оно в 1870-е годы, почти 150 лет назад Сегодня оно состоит из четырех исторических частей, возведенных разными людьми в разные годы Самая старая часть здания – это южное крыло, прилегающее к Раеведческому музею В этих стенах когда-то располагалась Александровская мужская гимназия А сами стены, а точнее два нижних этажа построены в 1875 году Здание Александровской мужской гимназии с 1875 года размещалось на перекрестке Успенской улицы Это современная улица Ленина С будущей Александровской улицей современный проспект Ленина На фото Шевякова-Красовского, сделанном в 1870-е годы, это здание хорошо различимо Оно было симметричным, с выдающейся вперед входной группой, состоящей из трех окон на каждом этаже Сверху здание венчал крест, обозначавший, что в гимназии действует домовая церковь Уже в те времена здание встраивается в проходящий мимо него проспект с бульваром Который и ныне сохраняется на своем историческом месте По улице Успенской, Ленина, здание гимназии было вытянуто не так сильно, как сегодня Впоследствии его удлинили за счет пристройки по улице Пушкина Давайте посмотрим, какие любопытные исторические детали можно рассмотреть на внешнем фасаде здания Вот сейчас за мной располагается некий интересный выступ, которого нет на зеркальной противоположной стороне здания Дело в том, что здесь когда-то располагался вход в Александровскую мужскую гимназию Вместо окон была дверь, над ней располагался роскошный кованый металлический козырек Когда-то перед этим выступом летом 1919 года стоял генерал-барон Врангель, принимавший парад белых войск по случаю взятия ими царицына 30 июня 1919 года царицын был взят войсками Белой армии Этому событию предшествовали более чем годичные военные действия, шедшие в окрестностях города По взятии города войска Белой армии устраивают в нем парад Во время парада Врангель стоит у входа в помещение бывшей Александровской мужской гимназии Что запечатлено на знаменитом фото этого события А сейчас мы находимся во дворе здания Здесь на внутренних фасадах сохранились некоторые архитектурные элементы, украшения над окнами Которые были утрачены на внешних фасадах при реконструкции 50-х годов Александровская мужская гимназия была открыта 13 сентября 1875 года Это была самая первая гимназия города Первоначально она располагалась в доме купца Воронина Но через небольшое время было ей построено собственное здание Сначала гимназия была четырехклассной А с 1883 года стала полной с восьмилетним сроком обучения и подготовительным классом Названа в честь цесаревича Александра, будущего императора Александра III Посетившего город в конце 1870-х годов На фасаде здания есть несколько интересных, малозаметных деталей Которые говорят нам о том, что здание перестраивалось Вот тут, например, есть такой небольшой вертикальный шов Который обозначает старую границу здания С левой стороны когда-то находилась Александровская гимназия А правая сторона от шва – это пристройка 50-х годов Со стороны улицы Ленина к зданию примыкает выделяющаяся часть Заметная тем, что высота ее крыши ниже высоты основного здания Сегодня в этой пристройке располагается большой зал областной думы Пристройка к зданию Александровской гимназии была сделана в 1914 году Здесь в тот период располагался концертный зал Считается, что зал принадлежал знаменитому царицинскому купцу и меценату Владимиру Миллеру Хотя данное утверждение нуждается в проверке На момент строительства пристройка на полэтажа возвышалась над основным зданием гимназии Однако при пристройке здания 50-х годов и устройстве в бывшем гимназическом здании 3-го этажа Не затронувшего концертный зал Пристройка стала на полэтажа ниже основного здания Внутри исторического объема концертного зала, построенного в 1914 году Сохранилась вот эта роскошная историческая металлическая лестница Ведущая с самого низу до верху Как же старая Александровская гимназия приобрела свой современный внешний вид? Это случилось не сразу, а в несколько этапов Перестройка гимназического здания осуществлялась не одномоментно, а в несколько этапов К 1944 году были произведены восстановительные работы в рамках старого гимназического здания В тот период здесь разместился обком ВКПБ Впоследствии здание было надстроено третьим этажом Со стороны проспекта Ленина была устроена небольшая колоннада В то же время с другой стороны велись восстановительные работы на здании разрушенного дома Божеского Постепенно к зданию бывшей гимназии была пристроена большая колоннада, соединившая его с соседним зданием Таким образом, на месте, где сегодня стоит колоннада, в царицынские времена не было ничего Пустота, промежуток между зданиями В северную сторону от колоннады, прилегающей к медицинскому университету Сегодня располагается другое крыло, которое когда-то в Царицыне было отдельным зданием Именовавшимся Дом Божеского На старых фото Царицына Дом Божеского фигурирует часто, поскольку он является одним из самых роскошных зданий Царицына В разное время в нем размещались городская управа, отделение Азовско-Донского банка, нотариальные конторы, реальное училище Дом перестраивался, горел, менял собственников, однако во все времена он оставался одной из городских визитных карточек В 30-е годы здесь размещался Дом профсоюзов Разрушенное во время войны здание было сразу восстановлено уже как часть будущего здания областной администрации Таким образом, северное крыло здания состоит из нескольких частей Частей, построенных Божесковым в 1870-х годах Элементов, устроенных Воронином при восстановлении 1902 года И элементов Кулева, которые были воссозданы при восстановлении 50-х годов И если то крыло здания, где когда-то располагалась гимназия, восстанавливалось исторически как самостоятельное здание То это крыло уже достаточно сильно перепланировали, подтягивая его к холонаде В начале 50-х годов перед архитектором Александром Сергеевичем Кулевым и группой его сотрудников была поставлена очень непростая задача Создать яркое, красивое, статусное здание обкома ВКПБ И при этом построить его нужно было на базе трех совершенно не связанных друг с другом различных исторических царицинских зданий Разной этажности и стоящих в разных местах Надо сказать, что с этой задачей архитектор справился блестяще За счет создания в центре огромной колоннады, которая оптически отвлекает на себя все внимание от этого здания Ему удалось скрыть различные асимметричные детали, возникающие то тут, то там Вот такая интересная история у этого здания Редактор субтитров А.Семкин